Что такое полиэнергетические числа? К счастью, это очень даже несложно. Из любого п-фатического числа можно вынести наибольшую степень простого числа п, который можно задерживать. Например, отсюда можно вынести 2 в 6 степень. Отсюда можно вынести 3 в 1 степень. И таким образом вы отсчитываете, сколько из этих чисел нули, и берете первые ниноли. Представьте себе, что все числа а нуля 1-1 это нули, а вот число акадая это ниноли. В таком случае вы это число записываете в таком виде. П в степени к умножить на вот что-то как-то. И мы только что объяснили, что вот это число, обратимое, его периодическая норма равна 1. А периодическая норма всего вот этого числа это П в степени минус к. Отлично. Так вот, ребята, поле периодических чисел получается очень просто. Вы разрешаете этому числу как быть отрицательным. То есть идея очень простая. Когда вам дают 2 целых периодических числа, то смотрите, что вы делаете. Вы каждое из них представляете в том виде, как я только что сказал. То есть одно число представляете в таком виде. Акадая, а все предыдущие а нуля и так далее, ак-1 были мы. Ак плюс первое П плюс Ак плюс второе П квадрат и так далее и так далее. И представьте себе, что вы его хотите делить на какое-то число ПМ. Здесь, скажем так же, да? Причем акадая это число из множества от единицы до П-1. И ПМ то же самое из того же самого множества. Так вот, ребята, как я только что объяснил, это число обратимое. То есть единица делить на него, это имеет такой же рид. Такие риды можно перемножить, и у нас получится потрясающая вещь. Получится, что это П в степени К минус М умножить на какое-то число. С нулевое плюс С1Ф плюс С2 и так далее. Где мы знаем, что вот эта С-шка, это от единицы до В-диницы. Вот. Вот какая замечательная вещь. Мы получаем поле поэтических чисел, просто если разрешим себе ряд расписывать не с обязательно нулевой степени числа П, а с любую. В том числе, в этот момент мы должны порадоваться. Потому что, ребята, мы уже абсолютно неудобно познакомились с замечательным объектом теории чисел. поле П, в этом поле есть это поле, то есть там можно делить не на 0, но там, естественно, можно складывать. Заметьте, любое рациональное число в это поле входят. То есть рациональные числа естественным образом являются приоритическими чиселами. Но понятие расстояния там принципиально отличается от юбидовского, привычного нам расстояния живущей степени. То есть, смотрите, у нас есть расстояние, такое, ну, можно сказать, из жизни, там, из школы, расстояние между двумя рациональными числами называют моду их разности, так? Ну, абсолютно лично. То есть, если число положительное, то модуль, то само число с отрицательным модуль, то само число с отрицательным. И только что я ввел принципиально другое понятие расстояния. Расстояние между двумя числами мы называем вот то самое число b в степени минус k, где k наибольшая степень, в которую число делится. Обратите внимание, как только я разрешил начинать с отрицательных степеней, то происходит следующее примере. Ну, давайте, пусть у меня вот это слове х нижнее у, а в частное получилось z. Так вот, что такое периодическая норма числа x? Это p в степени минус k. Что такое периодическая норма числа 1? Это p в степени минус k. А что такое периодическая норма частного? p в степени минус k плюс m. То есть надо вот этот показатель взять с плюсом. k и m это были любые неотрицательные числа. Поэтому запросто может оказаться, что m больше k. И в таком случае вот эта штука уже будет больше единиц. Давайте как-то это поймем. Пока числа были только целые, p в степени минус k не было. Пока числа были только целые, то у нас все периодические нормы были не больше единиц. Как только мы разрешили троги, то сразу могут возникнуть периодические нормы, которые больше единиц. И вся идея была, что... Что значит p в знаменателе в большей степени? Это значит m больше k. Но если m больше k, то вот это число больше единиц. Господа, вот это пусть укладывает. Числа, у которых в знаменателе есть на строительство p, это в точности большие с точки зрения норм политические числа. Субтитры создавал DimaTorzok